Сегодня мы будем говорить об этой аптечке с точки зрения работы со своим телом и ухода за собой, поскольку я косметолог, и я очень лихо внедрю эти эфирные масла к себе в практику. Вот этим буду делиться. А сначала я хочу рассказать о трех свойствах эфирных масел. Старички точно знают, новички, может быть, не знают. Первое, то, зачем я взяла этот апельсин, для того, чтобы показать, что эфирное масло – это натуральное. Нет, оно натуральное, потому что оно находится прямо здесь. Вот мы так отковырнули, и уже пошло. Я, кстати, впущу апельсинчик, вы отпустите, и вы ковыряете. Вы до конца можете не дать? Можно. Вы там можете найти, оказывается, аромат эфирного масла. То есть, действительно, эфирное масло так есть. Вот, поэтому, откуда мы берем эфирное масло? Из кожуры, вот сейчас только что я подемонстрировала. Из корней, самое мое любимое масло корневое – это ветивер. Кто знает, да, вот ветивер – 4 метра длиной растения. Вернее, корни 4 метра. Выставляете, вот такой глубины. И масло ветивер, кто его пробовал, на запах – это просто масло глубины, уходы в себя, то есть не можно медитировать. И чечевать. Так, что мы делаем? Мы не растираем. А мы сейчас возьмем и сделаем такую страшную вещь. Многие ароматерапевты скажут, а я, я, что вы сделали? Но однократно это можно сделать, ничего страшного не будет. Возьмем прям пальчиком, вот, прям капельюшечку даже, вот, и прикоснемся к верхнему нему. А, 3 секунды, знаешь, да, это фокусно? Да. Угу. 3 секунды. Подержаем. Теперь мы растираем. Мы растираем ручки. И мы теперь делаем только аккуратно, не глазком, а вот подальше от глаз, потому что будет раздражение. И делаем 30-20 вдохов.